Платформа Motivity это не только инструмент для обучения и адаптации сотрудников, но и также она дает пространство для общения и передачи знаний, раскрытия талантов и сбора обратной связи. Одним из интересных инструментов общения на платформе является модуль блоги. Каждый сотрудник может завести свой блог и публиковать полезные материалы, статьи, делиться опытом и интересными открытиями. Кроме того, в ходе своей активности блогер может собирать подписчиков, которые будут интересоваться его постами и делиться обратной связью. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы у пользователей на платформе появилась возможность публиковать свои записи в модуле блоги, администратору платформы необходимо сделать минимальные настройки доступа. Перейдем в панель управления, раздел «Пользователи», «Роли». Если необходимо, чтобы абсолютно у всех пользователей платформы была возможность ввести свой блог, тогда во вкладке «Общие разрешения» необходимо найти по поиску настройки модуля «Блоги» и активировать свитчер «Создание записей». В случае, когда возможность создания записей должна быть у ограниченной группы сотрудников, можно создать роль блогер и только в ее настройках активировать свитчер «Создание записей» в блогах, а затем присвоить эту роль нужным пользователям. В публичной части кнопка «Добавить запись» будет отображаться только тем, кому назначена роль с разрешением на публикацию. На главной странице модуль представлен в виде виджета, в котором отображаются четыре самых свежих записи. Нажав на ссылку «Все записи» можно перейти на страницу модуля, аналогично, если нажать на соответствующую кнопку в панели меню. На странице отображаются карточки записей блогеров, от самых новых к самым ранним. Доступны также фильтры по дате добавления, по количеству просмотров и по популярности. На каждой карточке с записью видна информация об авторе, изображение на превью, дата и время публикации, заголовок и краткое описание, а также количество лайков, комментариев и просмотров. Кроме того, нажав на «Звездочку» можно добавить запись в «Избранное», а при наведении на три точки появляется возможность подписаться на блогера и следить за его новыми публикациями. Чтобы перейти к чтению записи, необходимо нажать на превью карточки или на заголовок. На странице записи каждый может оставить обратную связь в поле «Комментарии», поставить лайк или сразу перейти к чтению других записей. Если в настройках модуля заданы категории и они назначены на записи блогов, то на странице модуля пользователи также могут переключаться между этими категориями, чтобы выбирать для себя наиболее интересные темы для чтения. Если у пользователя есть разрешение на публикацию записей в блоге, то он может нажать на кнопку «Добавить запись» и откроется форма для создания поста. Вводим заголовок. При необходимости выбираем категорию и добавляем краткое описание. Далее приступаем к написанию основного текста записи. С помощью панелей инструментов добавляем элементы форматирования, а также различные элементы для разбавления текста – картинки, видео, ссылки или эмоции. Для оформления карточки записи добавляем изображение для превью и шапки. А также можно добавить изображение в галерею или различные файлы. В поле «Дата публикации» можно указать дату в будущем, если необходимо отложить публикацию. А добавление тега поможет в поиске похожих записей. Сохраняем изменения. Если пользователи подписаны на категории блогов или на блогера, то при публикации новой записи им придет уведомление в колокольчик, а также пуш-уведомление. Администраторы платформы также могут публиковать свои записи, но помимо создания записи в публичной части, им доступно создание записи через панель управления. Для этого переходим в раздел «Общение» – «Блоги». Нажимаем на кнопку «Добавить». Открывается страница создания записи, такая же, как в публичной части. Однако, при создании записи в панели управления, у администратора платформы еще есть возможность настроить доступы к этой записи. На вкладке «Доступ» можно указать условия видимости записи в публичной части, определенные пользователи, пользовательские группы или роли. Если во вкладке «Доступ» не заполнено ни одно поле, это значит, что запись доступна всем пользователям без исключения. На странице со списком блогов в панели управления администратор может просматривать все опубликованные записи. Доступен поиск по категории и заголовку, а также массовые действия, удаление и копирование. Кроме того, любую запись можно отредактировать или деактивировать. Таким образом, администратор может модерировать все записи пользователей. Модуль блоги – это отличный инструмент общения и раскрытия талантов. Также он помогает собирать внутреннюю базу знаний сотрудников, когда каждый может познакомиться своим рабочим опытом, написать инструкцию по процессу или поделиться полезными ресурсами. Выделяйте лидеров мнений, создавайте различные категории публикаций и подписывайтесь на них. А если у вас остались вопросы, обязательно обращайтесь в службу технической поддержки Motivity по электронной почте.